Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня я снимаю для вас влог. Мы договорились с подружками сегодня пойти все вместе толпой за золотом. Как вы знаете, я золото очень люблю и эта любовь передается подружкам тоже. Поэтому сегодня мы идем в Лачин. Это такой торговый центр, один этаж которого чисто золото. Это на самом деле очень удобно. В других странах я подобного не видела на самом деле. А там у них отдельные магазины в разных частях города. У нас не так. У нас все золото находится плюс-минус в одном месте. То есть есть несколько торговых центров, где чисто золото. И там очень много продавцов, очень много прилавков. И сегодня на мне новая кофточка, которую я заказала и заказ получила вчера. Даже сняла распаковку для азербайджанского инстаграма. Настолько крутая кофта. И вы знаете, я ее заказывала не то, что кот в мешке, а у меня у подруги две подобные кофты, которые она заказывала год назад. И она стирала, носила. И мне всегда нравились эти кофточки. И по ее ссылке я тоже заказала. Качество просто топ. Честно, очень нравится. Они такие длинненькие. Цена просто, честно, смешная. Стоит 13 монат. Как я люблю, когда рукава вот такой длины. Ну, то же самое. Размер тут, по-моему, идет стандарт. Идет на S и M. Ссылочку вам обязательно оставлю. Но заказать, к сожалению, могут только те, кто живет в Азербайджане. Ну и снизу у меня вот эта юбочка, которую я заказывала с Шейн. Она здесь идет с шнуровкой. Мне кажется, вместе смотрится классно. Еще надену сапожки. В качестве аксессуара надену вот эти часики от Sunlight. Правда, здесь села батарейка. Я уже устала менять батарейку, на самом деле. Настолько редко ношу часики. Просто чисто как аксессуар. Бублик маме. Мама уходит. Часики, кстати, не смогла надеть. Я уже опаздываю. Нужно двигаться быстрее. Обычно не храню вот эти вот коробочки от парфюмов. Просто мне нужно снять видео о своих покупках с Duty Free. Поэтому пока что храню. Это для азербайджанского инстаграма. И вот этот аромат, как он называется? Ричи-ричи от Нина Ричи. Вообще все ароматы от Нина Ричи я просто обожаю. Это настолько мое. Я обожаю такие сладкие ароматы. Надо было брать стольник. Мы договорились увидеться в торговом центре в 12. И я немножко опоздала. По идее, нас должно было быть четверо. Но одна из подружек в последний момент сказала, что она не сможет прийти. А это, кстати, тот самый торговый центр. Точнее, один из его этажей. Вот этот кулон мне очень понравился. Он даже был с браслетиком. Браслетик тоже очень милый. Хотела я его купить, но грамм стоил 90 монат. На мой взгляд, это дороговато. Если бы я была прям без ума от этого браслета, конечно, я бы его взяла. Но я на самом деле металась и в конце решила не брать. Мне в такие места проще идти одной. Как бы это странно ни звучало. Когда я с подружками, я не могу сконцентрироваться. Еще вот такой браслетик мне понравился на повседневную носку. Самое то. Стоил он за грамм 85 монат. А грамм там было 3 с чем-то. А что насчет вот такого кулона вместе с цепочкой с бриллиантиками стоил 2000 монат. Ну, вообще, изделий из бриллиантов очень много. На любой карман, на любой вкус. Это, кстати, очень удобно, что в одном торговом центре огромное помещение. Это сборище всех магазинов ювелирки. Мы были втроем, мы ничего выбрать не смогли, а подруга выбрала себе невероятно красивый кулон с крупными бриллиантами и на тоненькой цепочке. Чуть позже вам обязательно покажу. Обошли мы почти все магазинчики, если честно, изрядно подустали. Ну, и как вы думаете, что у нас дальше было по плану? Конечно же, покушать. Решили выбрать заведение, которое находится недалеко от моего дома. Я, кстати, была без машины. Мы, например, садят. Каждый раз, когда видимся, мы едем в город. Хотя это, на самом деле, бессмысленно, потому что заведение, которое есть в городе, их же филиалы есть около нашего дома. Мы были очень голодные, поэтому сразу решили заказать чай с вот таким прикольным персиковым вареньем. Точнее, это, наверное, не персик, а абрикос, но очень-очень вкусный. Такое варенье я пробовала впервые, и мне оно, кстати, очень понравилось. И мое самое любимое развлечение, когда я выхожу из дома, обязательно я должна вкусно покушать. Были настолько голодные, что заказали очень много всего, было вкусно, и Самира даже решила снять отдельный ролик. Это, кстати, турецкая кухня, ее тоже я люблю. Хотя, когда только переехала в Азербайджан, она мне не нравилась, но она была абсолютно во всех заведениях. Ну, а это из кендаша урмана настолько вкусно. Это, наверное, самое вкусное, что я ела за последнее время. У меня уже в голове есть идея, что надо с мамой обязательно сюда прийти, и она тоже должна это все в обязательном порядке попробовать. В качестве напитка в подобных заведениях я всегда беру колу, хотя с удовольствием запивала бы все это дело чаем. Но так просто не принято. После этого всего жирного мы посидели еще попили чаек с этим десертом и небольшим количеством варенья. Взяли еще фруктики, от души поболтали. Вы знаете, я ни капельки не устала от девчонок. Вот мы сидели, и у меня, знаете, в голове крутилось, как же мне вас не хватало, девочки. Помните, я раньше вам в мукбанках рассказывала, что мне не хватает подружек, мне не хватает общения. Какой-то период я даже искала себе друзей. Но потом как-то само собой так получилось. Мы нашли коннект и очень круто проводим вместе время. Мораль такова в этой жизни, никого никогда не надо искать. Твое обязательно тебя найдет. А это та самая красота, ради которой мы поехали сегодня покупать золото. На мой взгляд, действительно очень со вкусом. А как вам, пишите обязательно в комментариях. Возвращаясь к вам уже через день, слишком часто мукбанки снимать у меня немного не получается, потому что я сейчас делаю процедуры, связанные с винирами. Об этом выйдет отдельное видео. У меня было аж две процедуры, одна из которых была коррекция десновой улыбки. Это на самом деле не так страшно и болезненно, как может показаться со стороны. Но снимать мукбанки в таком состоянии мне немножко сложновато. Поэтому, к сожалению, мукбанки будут выходить немножко реже, чем обычно. Девочки, вы просто не представляете, как мне понравился этот уклад. Клиник. Пора уже избавиться от этой коробки красивой. Сейчас будем делать макияж. И в качестве базы под макияж я буду использовать просто этот увлажняющий крем. Он просто божественный. Раньше я использовала вот этот коллаген от Farmstay. Ну, как раньше. Сейчас тоже использую. Он мне очень нравится. Хотя в комментариях частенько его хейтят. Мне нравится. Я не знаю. В использовании я прям очень довольна. Здесь огромный просто объем. Но также мне безумно понравился вот этот крем от Клиник. Сегодня попробуем вместо базы под макияж сделать этот увлажняющий крем. В качестве тона у нас будет микс. Это Max Factor. Слишком светлый оттенок. И Rimmel слишком темный. Я просто очень хочу добить два этих средства. Поэтому постоянно ими пользуюсь. Не могу сказать, что они мне прям супер нравятся. Одно время я покупала очень много тональных. Пробовала что-то новое. И вот они у меня уже лежат. Вот, естественно, сроки подгоняют. Поэтому нужно пользоваться. Не знаю. Под настроение, под время года. Мне нравятся разные. Хочется пробовать что-то новое. Поэтому у меня где-то 15 тональных, которые в открытом состоянии. Мне нужно быстро их добивать. Сегодня я спонтанно решила снимать для вас влог. Ну, как спонтанно. Вчера вечером я решила. Хотя сегодня особо ничего интересного не произойдет. Никуда я идти не собираюсь. Просто чисто, знаете, такой домашний влог будет. Начался новый месяц. Декабрь. Декабрь я очень люблю. Обычно прекрасные события всегда происходят в декабре. Этот месяц какой-то волшебный. По крайней мере для меня. И это не потому, что у меня в декабре день рождения. Просто Новый год. Подарочки. Вот это вот суета. Установка елки. Люди с середины ноября уже устанавливают елочку. Она у нас, кто не знает, искусственная. В Азербайджане натуральные елки это навес золота. И вообще считается очень неправильным срубать елку просто для какого-то праздника. Поэтому даже если у кого-то во дворе стоит елка, последнее, что он будет делать, это срубать ее для того, чтобы украсить и поставить дома. Поэтому у всех дома стоят искусственные елки. И сейчас в продаже такой огромный выбор просто елок. Уже знаете, с готовыми игрушками, которые сочетаются между собой, получается вообще очень круто. Я свою елку покупала, если не ошибаюсь, за 100 долларов. Она у нас не очень дорогая. Игрушки мы покупали отдельно. После того, как мы украсили уже елочку, я поняла, что эти игрушки между собой совершенно не сочетаются. Просто выбрасывать эти игрушки мне жалко. Поэтому ничего страшного. Пойдет и так. По крайней мере, пока что. Несмотря на то, что на улице нету снега, и на Новый год его тоже, скорее всего, не будет, как в прошлом году. Но все равно, когда магазины вешают эти гирлянды, разрисовывают стекла, рисуют снеговики в стране, в которой снега, по большому счету, нет, все равно атмосфера эта новогодняя, она все равно появляется. У нас были соседские дети. Я помню, когда наступал Новый год, они писали типа письмо Санта-Клаусу, загадывали какие-то желания. Мои родители мне сразу сказали, дедушки Мороза нет. В школе на новогодней елке это всего лишь ваш физрук. А снегурочка это не его дочка, а это учительница ваша по музыке. Последнее время, я вот миллион раз вам показывала, покажу еще раз, как мне нравится эта палетка NYX. Она стоит около 35 монат в самом NYX. На тренд ее можно даже найти дешевле. Здесь все три продукта просто идеальные. Я обожаю просто эту пудру. Обычно вот так бывает в палетке. Один продукт тебе нравится, а два других ты просто пользуешься, потому что ты уже отдала деньги за эту палетку. А здесь настолько круто выбраны оттенки. У меня тон, сейчас вам скажу, какой у меня тон. 0,1, самый светлый. Ну, понятное дело. Очень часто блогеры хвалили эту палетку. Я только по этим отзывам решила пойти и купить. По-моему, в прошлом году на свой день рождения купила. Сама себя так поздравила. Купила себе косметоз, все, что я хочу. Вот эта палетка, это просто шедеврально. В прошлый раз, когда я снимала подобный кадр, потом в конце оказалось, что, оказывается, микрофон не записывает. В этот раз я его перепроверила. Оказывается, на нем села батарейка. У меня в холодильнике два очень мягких авокадо. Я хочу сегодня для мукбанка сделать классные бутерброды с креветкой и авокадо. Чтобы получилось и аппетитно, и красиво в кадре, и вкусно. Потому что я очень голодная. И самое главное, обожаю этот продукт, который я заказала с Тренд Йол. Если не забуду, оставлю обязательно ссылку. Если ты живешь в Азербайджане, ты обязательно должна купить этот гель для бровей. Он стоит 2-3 моната, но здесь просто огромный объем. И жена брата моего купила точно такой же. За 17 монат у нас в городе на Тренд Йол он стоит всего 3. Совсем капельку макаю. Ну, слишком много продукта нам с вами не нужно. И укладываем наши три волосюшки, которые смотрят в разные стороны. Года три назад я могла спокойно сесть снимать для вас мукбанк абсолютно без макияжа. И меня это ни капельки не смущало. Но прошло время, и я поняла, что я не могу себе такое позволить. Это в кадре смотрится очень неопрятно, неэстетично, некрасиво. Неприятно смотреть на человека, у которого, например, в разные стороны волосы или какие-то недостатки на лице прям видны. Я не знаю, опять же, я не могу говорить про всех. Но во влоге я, например, могу показаться вам в любом виде. Но в мукбанке, когда я сижу и кушаю, на меня приятно должно быть смотреть. Должно быть смотреть. Должно приятно смотреть. Поэтому обязательно я стараюсь хотя бы легенький макияж сделать. Обязательно залезать волосы, чтобы в разные стороны все не торчало. Вот такой супер аппетитный стол у меня получился. Особенно мне нравятся вот эти бутерброды с креветочкой и с авокадо. Здесь в самом крае моя любимая булочка, которую спустилась мама купила. Панкейки приготовила быстренько я. Рецепт, кстати, у нас есть. Оставлю вам ссылочку, если не забуду. А Бублик тут сидит и ждет. Что же интересно из этой вкусняшки ему перепадет? Ну что, Твиксик, креветку берешь или авокадо? Вы просто посмотрите на мою руку. Жалко на видео, хорошо не видно. Посмотрите, как он царапает. Я в интернете прочитала, что одиноким кошкам и котам им скучно. И с ними время от времени нужно играть. У него есть лазер, с которым мы играем. И также я вот так вот руками с ним играю. А он так кусает. Как будто моя рука это крылышек из KFC и он должен его съесть. Бублик. Бублик маме. Сейчас быстренько хочу смонтировать для вас контент. И сразу же выложить. И вчера, посмотрите, я обожгла руку. И у меня очень сильно болела рука. Я думаю, как я могла так обжечь. Посмотрите, прям покраснело. Это чай я наливала мамочке. Естественно, надо подкрепиться. Зимой я вообще 24 на 7 чай пью. Горячий. У нас есть конфеты, которые чисто служат для того, чтобы конфеты есть и есть. Вот эти конфеты никто не кушает. Они просто тут лежат годами. Я выбираю вот эти желейные. Еще вот эти люблю. Пчелка. Иди ко мне, пчелочка. Сейчас я, наверное, буду снимать распаковку для своего азербайджанского инстаграма. Было очень много посылочек, но осталось всего три. Вот это я знаю. Это платье. Но я распаковывать буду в кадре для своего азербайджанского инстаграма. Пока что эта посылочка подождет. Сегодня мы, пожалуй, наверное, откроем эту. Потому что здесь я знаю, что это очень крутые тапочки. Точнее, сет из трех тапочек. Из трех пар тапочек. Очень классно они подойдут. Как новогодний подарочек. Или дополнение к какому-то подарку. Также в магазине все по манату. Я купила вот такие пакетики. Каждый из которых стоит всего один манат. Сейчас раскрою и вам покажу. Очень красивые новогодние пакетики. Чуть больше стоили по два маната. Но я подумала, что вот этот размер это самый оптимальный. Особенно вот этот. Посмотрите, как красиво. Идеально просто. Ну что, я уже посылочку открыла. Посмотрите, какие мягенькие тапули. Это сет. И стоит он 14-15 манат. Я думаю, на новый год будет идеально в качестве подарка. Я стараюсь в обязательном порядке. Каждый день публиковать новые видео на свой азербайджанский инстаграм. Иногда даже бывает два видео. А есть никогда даже три распаковки в один день. Люди активно подписываются. Это, естественно, меня очень радует. И мотивирует как можно больше снимать контента туда. И вот такая крутая идея бюджетного подарка на новый год. Тапули. Здесь шоколадочка внутри. И вот в таком праздничном новогоднем пакете. Мне кажется, отличное решение, если вам дарить... Например, нужны подарки очень многим людям. И вот такой большой, символический, в то же самое время полезный подарок точно пригодится. Красота! 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 Продолжение следует...